Друзья, всем привет! Вы на канале InvestFuture, с вами Кира Юхтенко. Сегодня воскресенье, ну а значит в эфире у нас книжная рубрика. Но сегодня мы с вами коснемся не экономики, а саморазвития. И я буду рассказывать про очень интересное издание, которое попало в топ-10 продаж с начала года. Эта книга «Хочу, могу, надо» Марины Мелия. Начну с цитаты. «Мы хотим быть счастливыми и в попытках изменить жизнь к лучшему. Покупаем книги, слушаем лекции, ходим на тренинги. Но полученные советы, увы, не всегда помогают. Ведь нам нужно счастье не универсальное, не штампованное, а неповторимое, ручной ковки. Именно в этом я вижу смысл поговорки «Каждый сам кузнец своего счастья». «Счастливая жизнь» — это результат нашего творчества. И чтобы стать счастливыми, нужно понять, что такое счастье конкретно для нас», пишет Марина Мелия. Вот именно так начинается книга. То есть автор предлагает найти путь к индивидуальному и неповторимому успеху и счастью. Как это сделать? Ответ такой. По модели «Хочу, могу, надо». Ну, давайте посмотрим, как же это работает с точки зрения автора. Во-первых, нужно ответить. Чего вы хотите? Казалось бы, это простой вопрос, но вместе с тем довольно сложный. Как, например, определить, где потребности, навязанные социум и соцсетями, а где наши истинные желания. Марина Мелия советует нам следующее. Давайте представим, что все наши базовые бытовые потребности закрыты. Там, допустим, нет кредитов, проблем с жильем и так далее. И вот из этой прекрасной позиции, из этой точки мы попробуем ответить на вопросы, что мне на самом деле интересно, что приносит радость и удовлетворение, где и как я в полной мере хочу себя реализовать. Это очень важные вопросы. И, конечно, может быть сложно сразу сформулировать свои желания, но стоит только определиться с хотелками, как появляются и перспектива, и творческая сила, и позитивная энергия. Это позволяет все наши поступки, стимулирует развитие и запускает процесс поиска возможностей. В этом уверена Марина Мелия. Тут очень важно понимать. Хочу поможет лишь в том случае, если оно нацелено на какое-то расширение границ, самореализацию, раскрытие потенциала. Ведь именно когда мы развиваем себя, появляется ощущение эйфории. Даже если этот путь тяжелый. Это правда так работает. От хочу переходим к могу. Вот теперь важно понять, каков ваш реальный потенциал, ваши таланты, ваш жизненный и профессиональный опыт и путь. Как бы такая инвентаризация. Чего не хватает, где и что надо добавить, чтобы реализовать свое хочу. Ну, например, мы можем обладать талантами, но нам не хватает знаний и навыков, чтобы их развивать и продвигать. Или сложившиеся с детства установки и предубеждения просто мешают нам получить то, что мы на самом деле хотим. И третий элемент, как понятно из названия книги, это слово «надо». Тут задумаемся, насколько востребовано то, чем мы хотим заниматься. Это всего один вопрос, но он на самом деле достаточно тяжелый. Очень часто кажется, что наша задумка уже реализована, что это никому не нужно, бесполезно. Но тут все зависит на самом деле от точки зрения. Надо посмотреть на идею с разных сторон и подумать, где и кому будет полезна наша деятельность. Каким идеям и ценностям она созвучна. И автор уверен, что не бывает пустых проектов, но бывают непродуманные и недонесенные до своей целевой аудитории. И в итоге именно единство вот этой триады «хочу», «могу» и «надо» придает вашей жизни упорядоченность и баланс. Но, чтобы к этому прийти, важно сделать пусть даже маленький, но первый шаг. А чтобы вам было идти по этому пути проще, автор рекомендует психологические инструменты, которые считает действенными. Ну, я, конечно, остановлюсь на части про деньги, как на самой созвучной нашей тематике. Тем более, что Марина Мелия говорит, по отношению с деньгами можно узнать о себе много нового, понять свои глубинные проблемы и страхи. И, кстати, абсолютно я в этом согласна. Но давайте опять процитирую. Деньги дают одним независимость, другим власть. Они способны быть эквивалентом и доброты, взаимопомощи, любви, справедливости. И, напротив, жадности, жестокости, зависти, ревности, раздора. А еще деньги вмешиваются в наши отношения с близкими. Ну, например, мы можем дать в долг друзьям, которые оказались в трудной ситуации, а можем отказать. Что станет с нашей дружбой? Вопрос, кстати, неоднозначный. Откажешь, обидеться, дашь в долг, друг станет должником. А это совсем другая категория отношений, пишет Марина Мелия. Кроме того, деньги формируют и нашу самооценку. Она растет, когда мы много зарабатываем, ну а также, когда мы тратим деньги на помощь другим, на благотворительность. Благодаря этому мы чувствуем себя увереннее, а наше самоуважение резко идет вверх. Марина Мелия выделяет несколько типов денежного поведения. Давайте их обсудим. Мне очень понравилась эта классификация. Первое – плюшкин. Такой человек предпочитает копить, а не тратить. Он обожествляет деньги, он панически боится трат, он делает все, чтобы избежать даже самых мелких расходов. Для плюшкина деньги – это не средство, а цель. И часто скупость – это неуверенность в завтрашнем дне, желание создать большую, гигантскую финансовую подушку. Но, правда, иногда такой человек все-таки срывается и может потратить почти все. А потом снова начнет копить. Вот такая вот интересная зависимость. Второй типаж – это игрок. Цель этого типажа – получить и потратить. То есть основной мотив – это азарт и выигрыш. Игрок рискует, охотится за скидками, акциями, дешевыми товарами, даже если ему это не нужно. Он участвует в лотереях и всяких азартных играх. Он с радостью рассказывает, как урвал что-то дешевле рыночной цены. И в такие моменты игрок чувствует как бы превосходство над теми, кто платил полную цену. Ну, кстати, если уж брать примеры из Гоголя, то у него есть персонаж такого типа – это Ноздрев, если вы помните. И это тоже зависимость, но другого плана, чем у Плюшкина. Третий тип человека – это белоручка. Для него деньги – это источник нескончаемых проблем. И поэтому он всячески стремится от них дистанцироваться. Белоручки совершенно не умеют обращаться с деньгами, они не могут достойно зарабатывать, они не умеют тратить, они не хотят заниматься инвестированием, потому что все это просто выше их сил. Даже несложные финансовые операции, вроде оплаты коммуналки, кажутся белоручкам трудными задачами и вводят их в ступор. И поэтому для них главное просто снять напряжение, переложить ответственность за решение денежных вопросов на кого-то другого. Но есть и иной, кстати, тип избегающего поведения, когда человек находит удовольствие в самоотречении и такой показной бедности. Так он снимает от себя тоже любую ответственность в случае финансовых неудач. Ну и, кстати, скажу вам по секрету, я по своей природе, наверное, вот из всех типажей ближе к белоручке, но я много с этим работала. Четвертый тип – это транжиры. Это люди, готовые потратить все деньги или даже взять кредит ради нескольких счастливых моментов. Ну, например, отпраздновать свадьбу или день рождения. Еще бывает, что они идут на большие траты из-за желания доказать окружающим что-то, да, компенсировать неуверенность в себе. И вот чем крупнее и необоснованнее траты у транжира, тем больше аргументов им нужно для того, чтобы показать себе и близким правомерность расходов. Это очень, конечно, интересный типаж. Вот в то же время Марина Мелли отмечает, с психологической точки зрения импульсивные траты полезны, а иногда и необходимы. Это своего рода такая отдушина, которая позволяет выпустить пар. Возможность бездумно потратить деньги дает вполне такой ощутимый психотерапевтический эффект. Но тут опасность в том, что ощущение счастья от покупки довольно быстро улетучивается и нужен все новый и новый допинг. Поэтому транжирить тоже нужно с умом. Ну, например, откладывать на это небольшой процент своего дохода, как мы говорим, например, на нашем курсе по личным финансам. Пятый тип. Благодетель. К этому типу относятся те люди, которые с помощью денег пытаются замаскировать свои психологические проблемы. Ну, вот, например, чувство одиночества и отверженности, потерянность, эмоциональная зависимость от окружающих, комплекс неполноценности. И вот такие люди дарят дорогие подарки тем, с кем они рассчитывают завязать близкие отношения. Но купить дружбу и любовь не получается. Либо это просто псевдо-дружба. И проблемы становятся еще сильнее. И шестой тип называется фанфарон. Такой человек покупает только эксклюзивные, не всегда удобные вещи. Он выбирает самые модные, престижные рестораны и курорты. И для него деньги это средство самоутверждения. Причем такого внешнего, показного, демонстративного. Ему важнее не быть, а казаться. Вот так это называют. И многое из того, что в итоге такой человек покупает, ему не нужно. Просто это все должно подтвердить некий статус и произвести впечатление на других. Компенсировать неуверенность в себе. Мы видим здесь некоторые пересечения с благодетелем, кстати. Что же объединяет все эти, ну такие, не очень здоровые типы? Ну я снова процитирую автора книги. Цитата. Проблемы, связанные с неумением распоряжаться деньгами, как правило, родом из детства. Многое зависит от обстановки, в которой мы росли. От родителей. Давали нам, допустим, деньги на карманные расходы или нет. Обсуждались ли в семье темы денег. Кто и как вел семейный бюджет. Но это не единственный психологический фактор, формирующий наше отношение к деньгам. Пишет Марина Мелия. Важно и то, как деньги заработаны. Самое опасное, когда деньги сваливаются на нас неожиданно. Внезапно полученная большая сумма. Это настоящий стресс. Но, во-первых, не все из нас стрессоустойчивы. Ну а во-вторых, помимо крепких нервов, надо еще обладать и культурой трат. Зарабатывание денег и умение тратить – это две стороны одной медали. При этом единых правил обращения с финансами для разных типажей не существует. Ну, например, одних транжирство может угнетать, другие относятся к нему спокойно и с удовольствием. Тут все по-разному. Друзья, ну и вот тут мы с вами заговорили о финансовом поведении, которое формируется с раннего детства. Мы в команде InvestFuture абсолютно уверены, что действительно с самых ранних лет нужно закладывать детям культуру правильного обращения с деньгами. И потом это позволит как раз-таки не превратиться вот в один из этих гротескных типажей, которые встречаются в жизни сплошь и рядом, пусть и там иногда в смешанных видах. И именно для этого работает наш проект If Kids. И я напоминаю, что у нас недавно вышел третий финансовый комикс. Он называется «Аня и Макс. Первая зарплата». Он как раз-таки про культуру зарабатывать деньги и их тратить. Герои нашего комикса получают свой первый заработок и им распоряжаются. И в книге мы также предлагаем практические задания для ребят, чтобы и они тоже могли потренироваться. Ну, в общем, закладываем правильные финансовые привычки с детства. Наш комикс, я надеюсь, что в этом поможет. Отзывы по первым двум комиксам замечательные. И вот третий у нас уже готов. Сейчас наша команда уже работает на четвертом, но тема пока в секрете находится. В общем, успевайте купить третий комикс. Тираж ограничен. Ссылки на покупки я оставлю в описании к этому видео. Ну, вернемся к типажам. Возможно, вы узнали уже себя в каких-то описаниях. Но, как бы, даже если не узнали, просто имейте в виду, что это, конечно, немножко гротеск. Да, в жизни эти качества могут быть менее выраженными или люди имеют черты от разных типажей. Это нормально. Если вы хотите точнее определить свой типаж, тут Марина Мелия предлагает сделать тест. Для этого нужно проделать упражнение. Представьте, что вдруг вы выиграли миллион долларов. Вопрос. Как вы его потратите? Это сможет, на самом деле, многое о вас рассказать. Кроме того, нужно задать себе вопросы. Для чего мне деньги? Сколько бы я хотел зарабатывать? Как я выстраиваю отношения с другими людьми, используя деньги? Что для меня деньги? Средство или цель? Устраивает ли меня это? Или я хочу что-то изменить? Ну, давайте также вспомним, какие замечания или упреки по поводу денег мы слышали в свой адрес. Вот это все поможет понять, что деньги на самом деле для нас значат. Очень важно честно ответить на все эти вопросы, и только тогда можно получить четкую картину, понять, что для вас деньги, и начать использовать их как инструмент для достижения своих целей и своих «хочу». Ну, и также лучше контролировать себя. Например, решать, тратить вам или копить, инвестировать или вложиться в положительные эмоции, например. А это тоже важно. При этом конкретных рекомендаций по изменению денежного поведения в книге нет. Она дает нам в основном инструменты и направления для самопознания и самоанализа. Причем не только в финансовой сфере, просто я взяла именно ее. Мы можем больше узнать о своих отношениях со временем, личных сценариях, жизненных моделях. Понять, что мешает принимать те или иные решения. А еще проанализировать свои сильные стороны, понять, как подняться с дивана, куда приставить карьерную лестницу и как приступить к работе, когда совсем не работается. Ну, я не буду подробно пересказывать все главы книги, но в них достаточно полезной информации для того, чтобы проанализировать себя и замотивировать. Если вы захотите, то сами прочитайте. И я уверена, что книга вам наверняка понравится и подкинет свежих идей, потому что она написана так весело, легко, заботливо и при этом действительно содержит много такой полезной практической информации. Ну и напоследок несколько слов об авторе. Марина Мелли родилась в 1948 году. В 15 лет пошла работать санитаркой для тяжелых больных, потому что она хотела получить практику для поступления на врача. Школа окончила с золотой медалью, стала выпускницей мединститута имени Пирогова и в университете увлеклась спортом. Да, настолько увлеклась, что стала мастером спорта СССР по лыжам и велосипеду. Ну, потом она получила еще один диплом по специальности уже психология спорта, работала в Госакадемии физкультуры, защитила кандидатскую диссертацию по социальной психологии. И с 1991 года была профессором Московского института физкультуры. Там она возглавляла лабораторию, простите, психологии спорта высших достижений во всесоюзном Дни физической культуры. Мелли руководила психологической службой спорта в СССР. Как мы видим, автор более чем заслуженный, буквально такой увешанный всевозможными знаниями и медалями. И при том с такой практической жилкой. Вот когда в Советском Союзе началось кооперативное движение, вместе с группой психологов МГУ имени Ломоносова, Марина основала при ВУЗе психологический кооператив «Интеракт» и руководила им два года. Этот кооператив одним из первых в СССР предлагал услуги психологических и бизнес-тренингов, помогал в работе над имиджем, проведении переговоров, стратегии развития компаний и так далее. То есть, по сути, это вот такой ранний коучинг в Советском Союзе. Потом Марина Мелли стала соучредителем и директором консалтинговой компании «Экопси», а спустя два года соучредителем и гендиректором советско-американской консультативной компании «РХР Интернешнл» «Экопси». В 1999 году она единолично основала консультативную компанию «МММ» и была ее гендиректором. С 2004 входила в состав директоров, кстати, банка «Авангард». И вот с 2015 года Марина работает в ВШМ, профессором магистрской программы «Психоанализ» и «Психоаналитическое бизнес-консультирование». Она автор девяти книг, которые входят в указатель лучших книг 2005 и список наиболее спрашиваемых изданий 2010 года. Еще Марина Колумнист-Ведомостей, «Форбс», «Аргументов и фактов», «Гарвард Бизнес-ревью», там всяких других журналов вроде «Вопросы психологии», «Наши психологии» и так далее. У нее десятки научных публикаций. Ну вот такая вот удивительная женщина, которая действительно очень много чего успевает и как ей это удается. Ну вот, наверное, именно этими советами она и делится в книге «Хочу, могу, надо». Кстати, недавно с Мариной Мелия выходило несколько очень хороших интервью. Одну, по-моему, на канале «Русские норм» выходила. Еще одну, по-моему, у Надежды Стрелец. Можете посмотреть. Марина женщина такая очень харизматичная, слушать ее интересно. В общем, рекомендую. Ну что ж, друзья, мы с вами рассмотрели книгу Марины Мелия «Хочу, могу, надо». С одной стороны, это довольно простая по жанру книга. Там почти нет никаких цифр и расчетов, каких-то сложных терминов. Но она написана действительно сильным специалистом в области психологии и поэтому заслуживает, как мне кажется, нашего внимания. Жду вашего мнения. Интересно ли вам было бы прочитать такую книгу? Может быть, вы уже успели это сделать? Тогда обязательно делитесь вашими отзывами в комментариях. Ну и, как всегда, с большим удовольствием я разыграю один экземпляр книги для вас, друзья. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, подписывайтесь на канал InvestFuture. Ставьте лайк, жмите на колокольчик и пишите абсолютно любой комментарий. Ровно через неделю мы объявим имя победителя. Я вам отправлю книгу с моими самыми теплыми пожеланиями. Удачи в розыгрыше. Друзья, ну и теперь пришло время подвести итоги нашего прошлого книжного конкурса. Неделю назад мы разбирали книгу «Новая карта мира». Ее автор Дэниел Ергин. И эта книга такая же интересная, как и другие книги Ергина. То есть очень интересная. Она посвящена рынку энергоресурсов и тому, как страны сейчас за него борются. Как раз таки в текущей ситуации, мне кажется, очень полезно посмотреть пошире на то, что происходит в мире нефтегаза и других ресурсов. В общем, посмотрите обзор на эту книгу. Очень рекомендую. Ссылочку в описании тоже оставим. Ну и пришло время объявить имя человека, который эту книгу получает. Сегодня это девушка. Ее зовут Ксения Нурм. Ксения, поздравляем вас с победой. Напишите нам, пожалуйста, на почту info.sobakainvestfuture.ru ваши реквизиты, чтобы мы могли вам книгу отправить. Ксению поздравляю с победой. А вам, друзья, желаю удачи в сегодняшнем конкурсе. Потому что книга Марины Мелли, мне кажется, стоит того, чтобы за нее побороться. На этом, друзья, я заканчиваю. Еще раз напоминаю про ссылку на детский финансовый комикс, который есть в описании к этому видео. Ну и желаю вам читать и не терять себя, не терять мотивацию. Даже в эти сложные времена, когда кажется иногда, что перспектив вообще никаких нет. Они на самом деле есть. Просто нужно стараться их нащупать для себя и не опускать руки. Спасибо. Всем пока. Берегите себя и свои деньги.